Прошло 11 дней после того, как я поставил второй корпус на отцеброй семейки. И мне нужно сейчас вот отсюда просто перевести матку в первый корпус и положить здесь разделительную решетку, чтобы матка начала работать здесь. А этот бы корпус начал, расплод бы запечатывался, и я бы на его основе уже через 10 дней делал бы отводки. Нужно для того, чтобы не искать матку, так как здесь большое гнездо. Матка, скорее всего, работает здесь, но, может быть, она уже и сюда пошла. Для того, чтобы ее не отыскивать, мы просто весь этот корпус стряхиваем вот в этот карман. Я тут приготовил себе вот такое поле работы. Я вот этот корпус сниму, поставлю вот сюда вот, и буду, положу разделительную решетку, положу холстик, и в этот карман отсюда буду трясти рамки в этот кармашек и пустые рамки, уже стрясенные, буду ставить в этот корпус. И потом я его просто поставлю сюда. Если мне на рамках попадется, я буду бегло ее отсматривать, если мне попадется матка, то я тряску прекращу. Была не очень хорошая погода, и я пчелок немного, скажем так, подкормил. Я им дал на две семьи. Во второй день вот по такому чайничку. Второй чайничек на двоих. На первую, на эту и на вторую. И в восьмой день тоже была очень плохая погода. Я тоже этот чайничек напополам разделил. Просто я наливал в рамочку, в сотик, и ставил ее в кармашек, и они забирали. Просто снимаю второй корпус. Хочу заглянуть, посмотреть, как они тут отстроили вощину. И что вообще тут творится? Не навредил ли я этим большим экстремальным разрывам, который у меня был? Открытому расплоду, который здесь оставался. Вот эта строительная рамка. Вот они начали только здесь строить, тут еще нет. И вот здесь по центру начали строить. Ну вот он уже начал запечатываться здесь. Он открытый был. Эту рамочку вот. Ну оттянули не до конца. Вот тут не оттянуто. Вот тут не оттянуто. Тут уже можно сеять. Ну и тут тоже самое. Расплод запечатывается. Здесь так запечатан. Яиц я не встречаю, но понятно, что матка наверху работает. Посмотрю, отстроено ли это, и дальше не полезу. Тут вот так запечатано. Открытого тут больше не осталось, он весь печатный. Но здесь тоже самое. Ну тут тоже оттянуто. Ну так. Не до конца еще. Вот здесь не оттянуто. А по центру все оттянуто хорошо, на полную. Уже можно ей яйца сыпать. Но я думаю, матка сейчас сюда сразу же и пойдет. Покажу эту с печатным расплодом. Здесь так. Здесь вот так вот. Так что с открытым расплодом ничего не произошло. Но здесь меньше отстроена вот эта ващина. Я не буду доставать. По центру немного. По краю хорошо не отстроена. Кладу разделительные решетки. Накрываю этим же холстиком, чтобы пчелки мне не мешали. Начинаю трясти. Ну тут нектар, пыльцу уложат. Рамочка приличная. С килограмм может больше. На первой рамке, на расплодной, с краю нет ни яиц, ни личинок. Только печатный расплод такой остался. Маточник висит. Маточник уже с личинкой. Наверное, с трехдневной. Здесь расплода хорошо, открытого. И здесь тоже. Плохо, конечно, что нектар капает. Не буду я осматривать рамки. Просто буду трясти. Все в открытом. Тоже все в открытом. Все в засею. Тоже все в засею. Вот так открытый, вот так печатный. Ну и кормовая. Ну что-то натянули сюда. Тоже трясу. Ставлю второй корпус на место. Со второй семейкой я управился немного побыстрее. Минуты, наверное, за полторы, за две. Так как мне матка попала сразу же на четвертом соте. Ну я бегал, случайно ее увидел. Я ее стряхнул. И дальше вообще смотреть не стал. Просто пустые рамки стряхнутые приставил. Я поставил второй корпус. Заглянул вниз в этот, на строительные рамки, на трутневый. И там уже небольшой язычок трутня начали тянуть. Поэтому как-то со строительством этих побыстрее идет. Ну и отличие еще. Воду эти пьют. А те нет. Потому как я вчера пополнял или позавчера. И она уже пустая поилка. Вот. А те вообще не пьют. Вот. Ну вот такая разница. Ну все.